below zero google переводчик переводит мне как ниже нуля я говорю про google переводчик потому что мне теперь есть на кого свалить сам я язык знаю плохо а тут приходят люди говорят ты ничего не вообще не понимаешь здесь не так здесь не так и например horizon zero dawn это оказывается не нуль вниз ну ты подумай а ладно если говорить конкретно об игре да еще и в такой насмешливой форме то нет эта игра явно не ниже нуля не настолько все плохо но в рот мне ласты тот самый нуль уже виден невооруженным глазом новая сабнафтика заметно погрузилась в глубины став ближе ко дну такая вот злая ирония видите ли я очень люблю выживалки я об этом не распространялся особо-то но я их обожаю и первую сабнафтику я записал в игры реликты так я называю по-настоящему выдающиеся игры независимо от их новизны кстати по поводу сабнафтики сомнений у меня не было вообще никаких безусловно не лишённо недостатков эта игра очаровывать своей невероятной атмосферой открывающимися возможностями главное из которых это исследование и постройка базы и как бы логично что даже люди не строящие никаких абсолютно надежд как я например по поводу новинки будут все же ждать развитие лучших идей игры не так ли это вполне разумно тем более у сабнафтики такое шикарное комьюнити столько отличных модов просто прелесть я даже о них вам как-то рассказывал так что хочешь не хочешь а игра сама для себя установила планку и below zero обязана была ее взять впрочем я всерьез не представлял что там можно было испортить по наивности разумеется я ж глюперийский иван я вечно думаю о людях хорошо не так давно вышла игра брасич которая делает вид что она как сабнафтика только про русских в космосе получилось в целом неплохо но во многом так себе я вот мысленно вернулся к игре и понял что нет я никогда не запущу ее снова чтобы перепройти еще раз боже упойте еще раз летизреть эти унитазы и гробы в космосе но вот сабнафтика другое дело там реиграбельность как минимум на порядок выше из-за тех же модов и тут так опа выходит новая часть below zero я сразу же не раздумывая купил ее на вопросы знакомых отвечал что блин ребят вы не понимаете даже если в этой игре с первой части вообще ничего не поменяли она все равно будет крутая ну потому что карту что вы в любом случае сделали и пожалуйста исследуй выживай корми женицов с рук шепард одобряет как же я ошибался они практически не улучшили оригинальной механики они практически ничего не взяли из целой огромной прорвы модов которые улучшают игру и без которых как и в случае skyrim и ты думаешь блин ну как 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 из них вообще можно играть а то что можно было не трогать они таки тронули и игра стала реально хуже так что этот обзор будет полон моей боли и надеюсь что вашей тоже потому что сабнафтика не заслуживает такого с собой обращения и да будут спойлеры ночь улица фонарь ныряем я не буду прям по мелочам расписывать что из себя представляет сабнафтика below zero ведь по сути своей она копия первой игры можете посмотреть с обзор на нее если вы его уже видели или даже играли сами то уже в курсе что из себя представляет игра для начала давайте наверное попробую рассказать о хорошем и вы сейчас будете смеяться первым пунктом можно упомянуть то что это все еще сабнафтика исследование подводного мира и если вам нравится подобное эта игра точно для вас атмосфера в плане исследований почти не изменилась все еще отлично проработаны звуки на глубине постоянно кто-то воет визжит скулит графически всего просто прелестно светлые отмели черные бездонные провалы все как раньше да я не говорил что буду рассказывать о новом я сказал что расскажу о хорошем но вот пункт второй некоторые некоторые я подчеркиваю новые технологии к примеру глайдер теперь работает как в моде то есть карта переключается на одну кнопку свет на другую спасибо что прислушались комьюнити вот реально раздражало но это не новое знаю хорошо и снова например минерал искатель очень полезная штука позволяет искать сейчас будет смеяться минералы не ха-ха очень полезная штука между прочим и еще к примеру телепортатор да тут можно будет построить телепортационную мобильную комнатку по технологиям архитекторов действительно порой полезно забредя в непроглядную жопь в поисках хронической хрени да еще и ночью просто нажать на кнопочку и оказаться дома пункт 3 некоторые новые фишки например закрепление чертежей прямо на мониторе это действительно удобно и есть такие моды теперь уже и на оригинальную сабнаптику пункт 4 а его собственно уже нет да нет больше того что я мог бы назвать однозначно хорошим нововведением зато есть немало спорных моментов и откровенно плохих вот сейчас о них расскажу первый же подобный момент вы снова будет смеяться я у вас тут сегодня прям как клоун на подхвате это ребят повесточка повест очка и пока наши толерантные братья по разуму набирает воздуха в грудь чтобы сообщить мне как я уже достал к этому цепляться я одной рукой показывая им факт напоминаю что в оригинале упоминались и однополые браки и взгляд на семью как на сделку и прочее подобное но там это было частью антуража там было показано что общество или его часть по крайней мере стала таким вот бесчеловечным относящимся друг другу чуть ли не с презрением в неженаляйке такого контекста нет нас просто ставят перед фактом мы играем за черную бабу у которой сестра лисбиянка это вообще никак не обусловлено и не раскрывается нам просто это демонстрирует и тут всплывают оценили иронию до всплывают интересные факты оказывается когда-то в 2018 или 16 не помню году на старте продаж на оригинал очень сильно бомбили и знаете по какому поводу из-за увольнения разработчика отвечавшего за звук который кстати сделал львиную долю атмосферы это я так слову еще раз напомню кто возьмется угадать по какой причине его уволили не напрягайте я вам сейчас сам все расскажу на финальной уже стадии разработки игроделы выкатили опрос им проработать получше геймплей или дать возможность сыграть за женщину ну конечно как видно из результата в том числе фанаты разумно решили что втыкать сильных и независимых в игру не так необходимо как сука доработать геймплей и все бы ничего но звуковик в шутливой форме написал на этот счет что-то про то что надо добавить возможность по мере сюжета делать героя некрасивым трансгейм о тут же налетели толерасты нашли его старые записи где он о боже мой высказывался негативно заполонивших его страну мигрантах и компания извиняется перечитавшими это и увольняет человека за мнение потому что демократия это вам не рыбу разводить вот как и зная такой вот предысторию замечательную уже как-то по-другому смотрится все это в продолжении да вот это наличие сильно независимых чернокожих героинь и прочей повесточной гнили и да не смейте меня осуждать за мое мнение вы же должны быть толерантными в том числе ко мне шах и мат ну а теперь о погоде ну вообще это присказка такая для смены темы но я тут подумал что так ведь действительно можно назвать еще одно спорное нововведение и нет это не погода погода просто с ним связано в конце концов кому есть дело до погоды снаружи если мы всегда под водой но теперь уже не всегда в игру добавили наземное исследование и это действительно очень спорное решение в оригинале скажу честно очень не хватало возможности выйти на сушу но ровно до того момента как ты эту возможность не получал нагулявшись по двум неплохим островам маленьким к счастью и крейсеру авроре ты понимал достаточно вот достаточно спасибо если на авроре тебе некогда было отвлекаться на детали тот на островах сразу становилось видно что наземный геймплей в принципе не проработан ну игра просто не про это если под водой корявая анимация например смотрится так себе но в глаза не бросается тот на суше уже почему-то бросается если под водой обилие флор и фауны то на суше все скудно поэтому собрал на суше картошку и ныряя обратно в воду выращивать там подводную картошку и не хрен делать на этой суше как я уже говорил очень многое в below zero осталось прежним и этот момент тоже зато теперь при неизменившейся почти механике пешеходства у нас в наличии просто громадные заснеженные пространства скайрим для нордов детишки куда нам столько тут площадь этих айсбергов несколько островов из оригинала я не скажу что там не на что смотреть есть на что дизайнеры все еще не зря едят свой хлеб или что они там жрут но реально такие огромные пространства игре не нужны по крайней мере вот те что наземные вот подводные бы пригодились да но их там нет об этом чуть позже вот эти вот пространство убивают динамику ибо исследуется все это совсем по-другому если под водой время суток имеет значение только на глубине до 100 метров а дальше уже что ни делаю все равно без фонаря уже не обойтись то исследовать сушу ночью вообще нереально это мы помним еще по первой части если ты конечно не в крабе а до краба мы еще доберемся ночью темно это нормально или брарем снова бомбить на то что ночью темно к к к к успокойтесь блин помимо темноты тут еще погодные условия из-за которых даже днем часто нихрена не видно то град то туман то еще какая-нибудь пурга добро пожаловать skyrim не кишки давно не были да притом у нас теперь новый показатель температура тела которая как и кислород быстро стремится к нулю на суше ибо повсюду снег греться можно у огненных красивых лилий у гейзеров можно прямо этот гейзер значит даже нырнуть можно а нет не в гейзер в горячий источник конечно же гейзер нырнешь с тебя кожа слезть можно пить горячий кофе да таскать с собой термос вот тоже новое нововведение новое нововведение на сказано вот прям как вот прям на все деньги отлично короче вот есть аналог перца в чили я однажды попробовал кстати шутки ради просто лизнуть перечили видели вы мою рожу это так к слову ну и у транспорта конечно сидение с подогревом ну и разумеется если ты залезешь в краб то тебе вообще будет на все насрать ну таков краб в принципе но на суше ведь теперь еще и враги нечто среднее между медведем и волком это такие снежные сталкера и прям так и называется мало не покажется или наземные левиафаны в одной из локаций прибавьте к этому общее неудобство наземного преодоления препятствий все же одно дело оплыть скалу или заплыть на возвышении совсем другое попытаться это сделать на суше дальше попыток мы не уйдем потому что ты просто не запрыгнешь например на барьер там скажем метров два просто вот и у нее перепрыгнешь никак и получите исследование новой формации которые очень скоро начнут уже бесить и даже нахождение прикольных таких наземных заброшенных и заваленных по самым макушку снегом вас уже перестанут вас радовать разумеется если добавили геймплей на суше то обязаны были добавить и наземный транспорт и фак е добавили да глайдер полярный лис антигравитационный карманный электромотоцикл с управляемостью утюга я не знаю вот возможно там еще один разработчик какой-нибудь отвечавший за транспорт например тоже что-то пошутил и его распяли но белого zero какие-то просто непостижимые проблемы с транспортом в принципе с любым вообще кроме своих двоих ног этот лис блин поворачивает по направлению мыши но походу они наняли изобретателя маку серьезно когда уже до игроделов дойдет что это неудобно клавиши движения в комбинации работают отвратительно благодаря чему маневренность лиса становится вообще словом ругательным и ты просто уже плюешь на все и едешь как можешь собирая все кочки и столбы проще потом починиться чем объезжать все это кстати продолжая тему наземных исследований теперь у нас есть замечательный электрический пингвинчик помимо органических милах которых наверное тоже можно назвать достоянием игры они даже вынесены в главное меню мы можем по чертежам сестры создать электро пингвина который который что вот он как бы пингвин шпион и единственная его задача это пролезть в дырочку и добыть ресурсы которые проще добыть под водой или например его можно использовать для выдирания меха с жопы сталкера чтобы связать себе теплую шапочку которая кстати не дает стопроцентной защиты от холода тут все как с кислородом механика идентична ну и одну сюжетную хрень еще достать нужно этим пингвином внедряться к живым пингвином незачем или я может реально чего не понял но знаете ли украсть пингвинчика или обрить сталкера можно при помощи гидравлической клешни небезызвестного краба поэтому пингвинчик смотрится действительно мило особенно интересно сделано возможной селфи но все равно когда выясняется что исследование нашей сестры заключалось именно в изобретении вот этого пингвинчика так хочется сказать понятно вместо того чтобы работать страдала хуйней кстати о крабе полярный лис явно не выбор джигита вы уже поняли но в игре же все еще есть краб спасибо хотя бы на этом и действительно это универсальная машина которой плевать на воде она под водой на и уж тем более ей не страшны укусы сталкеров один удар к лишнюю по черепу и нет проблемы проблема вернее есть она совсем в другом на суше краб ползает медленно лис конечно быстрее и тут бывалые воители крабов заулыбались не зря же машина называется крабом я не знаю почему она в оригинале праун креветка может это их общее свойство но машина краб передвигается гораздо быстрее если валит боком в итоге если чапать по диагонали то скорость увеличивается в разы а теперь сотрите лыбы так было раньше не она конечно как бы сейчас тоже так формально но краба очень-очень сильно ослабили такое странное выражение теперь он плетется еле-еле что по прямой что по кривой в остальном он точно такой же как и раньше зато вот мотылек да он изменился за лето прям как гермиона так изменился что лучше бы эту в игру вообще не добавляли да они долго хвастались новшеством вы только подумайте подводный поезд вау да это же тот самый паровозик томас да да тот самый на нем еще уриэль вентри своим материум путешествовал ухты они убрали из игры маневренные и будто бы по эльфийский легкий мотылек и громоздкую но офигенно крутую мини подлодку циклоп и взамен двум машинам выкатили нам одну встречайте мореход поначалу кажется что все не так уж плохо вот ты строишь мореход и понимаешь что это аналог мотылька как бы но у него форма явно не такая обтекаемая из-за вот этих вот замечательных турбин нет детишки это не мелочь это знаете ли важно там где мотылек грациозно проплывал мореход застревает нахрен именно из-за этих вот своих турбин долбанных он ребят слишком жирный а игра теперь стала слишком коридорной открытое пространство все еще в наличии но когда тебе рассказывает про подводный мать вашу поезд ты как бы ожидаешь что открытых пространств станет сильно сильно больше чтобы этого поезда было где развернуться в буквальном смысле просто развернуться поэтому я до последнего ждал этих пространств не желая верить что вот эти вот коридоры бесконечные лабиринты которые мореход без маски не пролазит это и есть вся игра и это у него еще нет прицепа да на него можно установить улучшения точно такие же как и раньше кроме отсеков для вещей как же теперь перевозить вещь спросите вы ну теперь ты можешь построить различные модули для морехода звучит правда круто так как это действительно модули ты можешь легко тасовать их местами на этом полезность в общем-то заканчивается что мы имеем модуль жилища одна кровать музыкальный центр дату теперь такой есть можно включать до обстоятельства за тут еще есть вот кстати miracle sound шикарный трек вот ведь совпадение как раз добавил себе эту песню в избранное тут же наткнулся на нее в игре но все равно пришлось добавить руками песню их биндер нафт в группы танц вот она делает атмосферу правда послушайте она шикарно да можно своими руками песни загружать как и в случае с фотографиями в это все до сих пор работает спасибо на этом ну вот кровать фоторамка и mp3 магнитола огромных размеров вот весь жилой модуль какое-то нерациональное распределение пространства скажете вы о я отвечу я это вы еще модуль фабрикатор не видели да у нас тут фабрикатор крошечный сундучок напротив и все пустота голая стена нет строить внутри ничего нельзя и модов пока таких тоже нет комьюнити еще не наклепало модов на новую часть серии да и не сильно то откровенно говоря спешит это же беда постигла и хайди 2 но там хотя бы это действительно не заслужено что еще есть аквариум который всасывает рыб чтобы ты не умер с голоду но вот опреснителя нет исследовательской комнаты тоже нет а что есть ну помимо названных модулей есть еще модуль хранилища и если честно место там маловато не скажу что прям совсем нет но могли бы знаете сделать и побольше но наверное этот отсек самый разумно заполненный предметами они полупустой как остальные еще можно исхитриться и найти чертежи архитекторов по которым можно сделать модуль с комнаты для телепортации действительно удобно отплыл пешком далеко и вернулся одним нажатием удобно было бы видите ли это нифига неудобно на деле все из-за той же проблемы сейчас я к ней подведу вот просто в попытке напомнить себе не забыл ли я назвать какой-нибудь модуль морехода я залез на википедию и увидел что предполагался еще один модуль радует описание содержит горшок для растений виде другие модули не удивился бы если бы он реально содержал лишь один горшок и голые стены но мякотка не в этом только посмотрите описание морехода благодаря возможности формирования составов самых различных конфигураций мореходу можно найти широкий спектр применения от юркого разведчика до почти полноценной морской базы о-хо-хоюшки хохохох тот нам тут подбирает примут в парить нам хочет эту поделку буквально вот продает и подбирает детишки и чистой воды гонима вот что я вам скажу оригинальное название морехода ситрак морской грузовик это реально морской мать твою грузовик и дело не только в том что мотор у него работает реально как у грузовика такой на эти попердывающий звук будто бы в дальнобочке играешь то ладно это даже забавно но вот скорость его езды вы не смотрите что я на путажах быстро езжу составом это я мод поставил один из самых популярных между прочим потому что никому не нравится когда при цеплении более трех модулей это колымага начинает еле тащиться вот просто еле еле и вроде да реалистично но давайте не будем тут надувать щеки и рассказывать про реализм в игре где можно просто всплыть 500 метровой глубины без проблем без выравнивания давления или азота как там это правильно да если реализм делает игру скучной или неудобной в жопу должен идти реализм только если игра не симулятор можно конечно сказать что но это же симулятор выживания да но это уже не серьезный разговор это просто цепляние к словам ситрак очень медленный но он еще и очень неудобный например ты хочешь выйти из-за штурвала сразу наружу но если прицеплен состав приходится всегда сначала просто вставать из кресла и только потом щелкать на люк а если например хочешь опять же при присоединенном составе залезть сразу за руль вот так вот то опять же есть промежуточное звено в виде попадания внутрь это неудобно мод опять же исправляет это недоразумение но почему все приходится допиливать модами что за skyrim такой ну и самое главное мореход не уютен изнутри по сравнению с циклопом и нихрена неудобен если циклоп это такая крепость буквально дом то ситрак вот этого знаете ли мореход да это такой гроб с двумя кнопками вкл и выкл до кнопки в гробу очень странное сравнение но я думаю вы меня поняли вот скажем ты плывешь составом я ведь уже говорю что игра коридорная теперь открытых пространств реально очень мало ты будто бы отплыл вот совсем даже немного а уже все провал мертвая зона кстати о ней я понимаю нужно было как-то обозначить пределы карты но в первой части черный провал объясняется тем что мы в жерле потухшего вулкана а тут никаких объяснений нет и это плохо и вот ты плывешь на мореходе и понимаешь что тебе нужно нырять в красивую но узкую сеть подводных тоннелей тянущиеся на сотни метров в глубину угадайте как там будет себя чувствовать поезд да он там застрянет первые же дырки как вини пух а попробуешь вылезти раздолбаешь и кабину и состав чиниться они кстати по отдельности и только снаружи хотя про последняя игра почему-то пишешь что можно как бы изнутри ни разу не получилось возможно потому что я что-то не так делал да поэтому машем рукой паровозику и теперь у тебя знаете ли три варианта первый плыть самому пешком так сказать но далеко это так проплывешь те тоннели реально огромны очень много кишок тупиков это целые лабиринты и они действительно на сотни метров вглубь без транспорта никак это вообще не вариант я про него упомянул только за тем чтобы напомнить о телепорте это единственный вариант его использовать потому что вариант 2 это отцепить состав и плыть в кабине морехода в этом случае он конечно перед мотыльком сдают позиции но все же вот уже так плыть вполне можно и даже удобно но в этом случае если ты телепортируешься то кабина останется плавать черте где это я не пробовал может быть телепорт вообще не сработает ибо состав питается от кабины и без энергии телепорт может не работать я не знаю то есть все эти россказни из вики о том что у морехода масса применения это чушь как склад он так себе как база тоже воды на нем не найти еду можно из аквариумной рыбы растений не посадить починкой изнутри не заняться это не транспорт это недоразумение но все же существует краб да еще один модуль это держатель краба крепится только последним вагоном перекрывая зеркало заднего вида без которого если ты куда-то забрел выйти уже быть очень проблематично сами понимаете и этот вагон имеет лишь люк и кнопку а соединить краба но вот собственно весь его функционал чтобы влезть в краба нужно сначала вылезти из люка а потом уже залезть в машину обратная процедура такая же то есть нет быстрого доступа в робота нет быстрого доступа к хранилищу робота вообще ничего нет со слезами на глазах вспоминаешь циклоп который возможно в некоторых случаях действительно громоздкой неповоротливой но который не помню то ли с модами и то ли без них но и зарядит краба и починит краба и быстрый доступ к его инвентарю даст а тут все выглядит как будто вот на эти вот ну это крайне неудобное решение но зато краб это действительно лучший способ исследования глубины жаль только скорость передвижения стала сильно ниже попутно можно любоваться интересной флоры и фауны флоры новой полно она практически вся новая фауны чуть поменьше но в целом тоже немало из самых заметных новых обитателей разумеется гипнотизеры такие вот существа пришедшие на смену рыбам гипнотизерам и устраивающие в голове гоголь-моголь и разумеется подводные обезьянки такие на эти милые пока близко не подплывут и не украдут что-нибудь из рук типа сканера или фонарика можно догнать и забрать разумеется но виде их уже по инерции прячешь все в сумку особенно классно когда у тебя воруют глайдер а у тебя кислорода на считанные секунды нужно быстро куда-нибудь доплыть хотя с определенного момента они прекратят воровать и наоборот начнут приносить что-нибудь мне однажды буквально на средней стадии игры принесли ценнейшую никелевую руду да жаль только что ценность ресурсов здесь довольно низкая это еще один серьезный недостаток игры обзоре на ребалансные моды первой части я показывал системы где на постройки требовалось намного больше ресурсов но опять же добывать ресурсы стало проще меня спрашивали какой в этом всем смысл а смысл такой чтобы самим ресурсам придать большую ценность но и ценность построек там тоже возрастала тут же разработчики решили не брать во внимание опыт мододелов что странно тут берем тут не берем и сделали систему при которой тебе ресурсов нужно совсем немного потом ты ходишь и видишь громадные просто залежи золота горы кианита никелевые руды серебра на койни тебе они тебе просто не нужны в ходу на ранних этапах немного серебро чуть-чуть золото в основном литий на батарейке и титан ну еще растительные ресурсы которые можно к счастью выращивать у себя кроме некоторых которые пчут не растут наверное за бага ладно и недостаток всей этой системы связан с другим серьезнейшим недостатком про что вообще сапнафтика даже так что больше всего нравилось игрокам исследование и строительство если с исследованием тут худо-бедно все в порядке то строительство стало еще более куцые чем раньше после множества модов на первую игру то уже не представляешь как жить без них посмотрите хотя бы одну сборку и поймете игра преображается просто невероятно и речь даже не о комнатах телепортации бурильщика хотя почему бы нет в этой игре ежи телепортация просто она неудобная речь хотя бы о декоративных вещах и более таких бытовых что ли опять же предметах хорошо они добавили большую комнатей класс правда то есть правда мне очень нравится только ее обставлять нечем совершенно можно ли задекорировать комнату ну в принципе да найденными вещами плакатами цветочными горшками вот и все сколько нашел столько и задекорировал создавать все это нельзя мелкие предметы быта отсутствуют делая комнату стерильный не похожий на дом зато с десяток кровати отличающихся цветом белья есть да в игре теперь есть холодильник но по сравнению с версией из мода первой игры это хрень полнейшая тот был интерактивные с функциями этот просто стоит и нихрена не делает и собственно его величество холодильник из мода сейбриз думаю не нужно объяснять что делает холодильник самое удобное в нем то что простым нажатием можно достать из него столько сколько нужно еды и воды но опять же учтите что еда сохраняется только пока находится в нем если решите взять про запас в дорогу все равно придется заботиться соленьем рыбы и вот наша высокотехнологическая кухня готова нет маленького опреснителя нет кухни нет банального выключателя света ты ходишь как в раю по белесым комнатам хотя теперь есть управляющая комната можно в ней ух сколько всего сделать а именно поменять наружный цвет базы внутренние синеватые если что я уже модом изменил и дать базе маяк с названием ну и отключить любую секцию то есть полностью обесточить типа если энергии не хватает я-то надеялся можно будет хотя бы свет выключать нет часов нет ровного строительства как сна билдере нет быстрого доступа к ресурсам базы нет турбинных генераторов нет даже нужды встроить кислородные генераторы голые стены все еще сами генерируют кислород и кстати свет энергии тоже не потребляет ну блин ребят ну ну столько модов есть но могли бы почерпнуть идеи но это же реально то что спасет игру нет декоративных элементов вроде тех же пресловутых табличек или подводных или наземных растений при том всего этого в модах было дохрена сабнафтику любят за строительство в том числе но в белого зеро строить нечего можно построить громадную базу но она будет пустая никаких новых возможностей и построек за парой исключений игра не привнесла и не переняла опыт мододелов поэтому построил две маленьких комнаты одну под склад другую под жилище построил генератор неважно где и как и в общем-то все больше строить ничего не надо такое спартанское жилище а больше игры ни к чему как бы вот знаете вся эстетика умирает мгновенно здесь теперь больше резона кстати строить базу уже на отмире ближе к солнцу ибо циклопа нет мореход одно не разобьется а расстояние в игре маленькие каково мне было искать как я люблю место поглубже и по загадочней чтобы построить там опорную базу или даже главную базу и понять что в этом не было смысла не было смысла пол игры что-то искать эту базу что я построил на глубине использовать просто неудобно потому что туда даже не добраться на мореходе из-за узких проходов но что за ё-моё ну как так можно было меня просто слов не хватает бранных правда и еще один недостаток сюжетная часть сейчас пойдут спойлеры помните как было раньше вы терпите крушение на планете 45 46 б и пытаетесь выжить обе задачи становятся ясны почти сразу первое выбраться с планеты вторая найти лекарство а иначе собственность планеты не выбраться при том ты до самого конца игры не нашел ни одного разумного живого существа с которым можно пообщаться ты один в этом мире и только изредка искусственный интеллект костюма что-то там произносит ты один одинешенек сабнафтика вообще очень умело эксплуатирует наши страхи как и положено хорошей выживалке хорошему хоррору и один из этих страхов это страх одиночества повсюду здесь лишь истории капсулы дегази даже солнечные лучи тот взрывается а что в below zero мы самого начала добровольно добровольно спускаемся на планету с корабля на котором есть минимум один человек да мы терпим крушение наш корабль разбивается но нас же ждут дома блин и я не понимаю вот эти вот фраз героини типа другого пути у меня нет серьезно наш сантехник из оригинал это я называю если что я знаю что вне сантехник так вот наш сантехник из оригинала из ракушек и говна собрал ракету и улетел домой кстати он спас действие если что происходит на той же планете только в арктической зоне а ты типа не можешь собрать радио и связаться с кораблем на орбите или на орбите просто в космосе при том что у тебя технологии в отличие от технологии сантехника не ограничены экстремальными условиями я не верю спускаемся мы с одной целью разузнать обстоятельства смерти нашей сестры я до последнего думал что будет какой-то интересный пусть и предсказуемый сюжет типа сестра там жива ее нужно найти но нет она мертва это те самые спойлеры да она действительно мертва наша цель номер один просто понять а что собственно случилось знаете тут все квеста типа что случилось с сестрой что случилось мамой с папой обычно в играх они если есть то как вспомогательные а не как основные а здесь его преподносит именно как основной хотя потом он становится как бы вторым не самым обязательным и бродя по покинутым базам где уже нет живых мы будем постоянно находить целые тонны голосовых и текстовых сообщений в игре просто тонны записей это неплохо но отчасти все это убивает ощущение одиночества и этому подыгрывают другие обстоятельства что же случилось а ничего все дело в харра да наш безымянный вылечил болезнь и распространил по планете антидот и корпорация альтера такая а так а ну ее нафиг думает она эту планету мы вот тут выкупили компанию пусть она занимается исследованием для нас как вы понимаете в этой компании наша сестра и состояла и чем же занималась компания она откопала во льдах замерзшего львиафана с особой мутацией харра которая не поддалась лечению но по крайней мере не успела ну и альтера решила что вот это то всего значит надо сделать биологическое оружие ну и сестра вовремя опомнилась сговорилась с суровым членом судна дегази да да дегази того самого и устроила саботаж погибла сама и убила почти всех остальных круто да кстати та женщина с дегази и матерый телохранитель мы о ней читали в дневнике еще по первой части считалось погибшей но выбила глаз львиафану потом плыла на его трупе через мертвую зону несколько дней одновременно используя его как топливо для костра и еду суровая нордская рима че тут сказать мы встречаем эту даму лично и не раз я однажды сказал что в сабнафтике было бы классно хотя бы разок встретить живого но тут переборщили потому что есть же еще алан да аллан но это такая адаптация под земное имя если у нашего сантехника была цель выжить и улететь то у нас всего лишь разузнать о сестре и тоже улететь то есть уже завязка скучной да и сюжетец тоже не пестрит интересностью да любопытно но лишь по своей сути читать о том как они там по вечерам собирались играли там как они друг другу относились это не так интересно как думали разработчики такие моменты должны дополнять историю а самой истории нет потому что вот это вот это и есть история так не пойдет но очень скоро мы получаем некий инопланетный сигнал сос и на него заплываем в руины архитекторов где старый компьютер загружено сознание одного из них и тот просто загружается в нас поэтому здравствуйте довольно частые внутренние диалоги ну то есть понимаете да одиночество больше нет как вида часть атмосферы просто рушатся хотя на самом деле должен сказать что вот этот решение с инопланетяй нам естественно интересно и ну любопытно было следить за тем как он мыслит что там у них было в общем то основным сюжетом тут является сборка технологий и компонентов для создания тела этого гражданина для этого нужно посетить аж 4 точки и все идешь на пятую и конец игры конец красивый да и увидеть живого архитектора это действительно здорово но это сюжет ни о чем линию с пришельцем пришили как пятую ногу она здесь явно смотрится неуклюже и притом эти тайники архитекторов отмечается на gps а вот куда идти по заданию нет и поэтому примерно в километре к востоку от себя находится моя теплица на примерно спасибо большое да а карты по прежнему нет разумеется при том если у сантехника не было потому что нового ситуация чрезвычайная все крушение то здесь альтера уже обжилась карты не может не быть технологии здесь на порядок выше по идее но карты по-прежнему нет а все потому что расстояние здесь в принципе у этой карты у игровой карты намного меньше и если нам покажет вот этот обрубок карты да которая здесь называется просто карты то игроки такие скажут блин это чего хотите сказать что пространство стало сильно меньше даже в глубину но это как-то ну не по-людски и будут правы ну и вот карты нет поэтому просто следуй записям на кпк а записи не дают почти никаких наводок в итоге ты остаешься с вопросом а что вообще делать дальше потому что тебе даже цель не всегда ясна например я всю игру не мог найти теплицу зато посетил уже все аванпосты и даже нашел лекарство если вы понимаете о чем я сюжет дезориентирует и вот такова в принципе вся игра в целом нет это все еще сабнафтика играть все еще можно и нужно но она заметно проигрывает первой игре я вообще сказал что это такой уровень рафта разве что чуть чуть повыше разработчики могут лучше мы видели по первой сабнафтики что они могут могут сильно лучше но они видимо исполнили свою давнюю мечту сосредоточились на добавлении женщины они на проработке геймплея это не провал конечно нет но уж точно не игры реликты и честно тот самый брейсидж да по сравнению с ней смотрится уже не так странно если третья часть будет такой же то это уже можно будет читать полноценным провалом ну а пока просто вот неплохая игра которая так уж и быть наверное все же стоит своей тысячи рублей но если вам не принципиально поиграть именно в продолжение просто хочется сабнафтики то лучше уж просто переиграйте в оригинал с модами поверьте так интереснее да грустный получился ролик вот вот уж от сабнафтики ребят я такого не ожидал честно что за жизнь такая все через жопу через жара да Субтитры создавал DimaTorzok